Всем привет, друзья и гости моего канала! Рада вас приветствовать! Очередная заготовочка у меня на зиму сегодня, как я называю, это у меня икра заморская баклажанная. В прошлом году не так уж много приготовила, ушли все баночки на ура, муж был в восторге, сказал готовить еще и тем более двойную порцию, потому что это очень вкусно. Значит, ингредиенты здесь такие, баклажаны у меня здесь 1 кг, помидоры 700 г, морковка 250 г, видите, я все для вас взвесила, сколько чего добавляю, лук репчатый 300 г, перец сладкий болгарский 300 г и 1 головка чеснока. Но чеснок это такое, любите побольше такое ядреное, чесночковое, чтобы привкус был, можно и 2 головки добавить, у меня сегодня 1 головка. Так, ну что, приступим, для измельчения этого всего, это же все-таки икра, поэтому она должна быть как-то каким-то образом измельчена, все у нас должно быть меленькое, чтобы такая однородная консистенция была, но при этом не совсем пастообразная. Для этого мне понадобится мясорубка. Итак, приступим, я первым делом начинаю с лука и его нарезаю. Лук нарезаю я мелким кубиком, можно, конечно, измельчить на мясорубке, но я вам показываю, как делаю я и как я делала в прошлом году, что так получилось, прям вкусно-вкусно. Насколько получается мелко, я его, он в принципе все равно потом проварится у нас и станет мягеньким, и практически будет незаметен крупинки лука. Но он придает свой вкус, аромат нашей закуски. Ой, друзья, наплакалась, лук ядреный. Итак, лучок нарезали, теперь приступаем уже к работе с мясорубкой. Смотрите, дальше я измельчаю морковь. Можно, конечно же, морковь натереть на мелкой терке, но я использую для этого мясорубку. Но здесь один нюанс, сеточку берите самую мелкую. У меня три разных сетки к мясорубке, я взяла самую мелкую. Для того, чтобы морковь у нас пролазила, помещалась в горловину мясорубки, я немножечко ее вот так вот нарежу и измельчу. Так, поехали. Все, с морковкой разобрались. Дальше я буду измельчать перец. Для того, чтобы в мясорубке было удобнее это сделать, я немножечко вот так вот его измельчу. 300 граммов перца здесь. Но в мясорубке я уже поменяла сеточку. Если морковь на самой мелкой, потому что морковь, чтобы не встречались такие твердые крупинки, чтобы она хорошо успела проготовиться, потому что морковь довольно-таки долго готовится, а все остальные ингредиенты быстро. Поэтому на самой мелкой. А перец уже на средней. Я поставила сейчас среднюю сеточку. И точно так же дальше баклажаны вы можете измельчать на средней сетке. Но мне понравилось, в прошлом году делала баклажаны, измельчала на самой крупной сеточке. Тогда консистенция мне очень понравилась. Классная такая. И так же в баклажанную икру по желанию можно добавить острый красный перчик. Я один добавлю. Я прямо не буду очищать семена. Я его перекручу прямо вместе с семенами. Прямо сюда же добавляю. И сюда сразу же к перцу я и перекручу чеснок. Дальше, друзья, вот такой вот перчик у меня получился. Дальше я занимаюсь помидорами. Так как у меня помидоры свои, с огорода, домашние, где-то что-то там их повредило и так далее. Я, конечно же, все вот это вот ненужное, страшненькое, такое лишнее обрезаю, удаляю. И помидоры буду измельчать на той же мясорубке. Ничего я, видите, не мою. Каждый раз просто то одно перекручиваю, то другое. Нет смысла мыть. Все это потом перемешается все равно. Вот. Помидоры буду перекручивать на средней сетке. И дальше нам осталось измельчить баклажаны. Смотрите, с баклажанов я кожицу снимаю, потому что баклажаны есть разные. Есть такие попадаются сорта, что эта кожица горчит. Поэтому аккуратненько снимаем. Она нам не нужна. И тоже будем измельчать на мясорубке. И начищаю для того, чтобы лучше они помещались в мясорубку. Я вот так вот произвольными прям кусочками. Или можно вот так вот вдоль разрезать ее такими кусочками, чтобы мясорубке было полегче справиться. Все, баклажаны очищены, нарезаны. И измельчаем. Я сеточку поменяла, поставила, так чтобы вам видно было, поставила самую крупную. Ну что, друзья, все ингредиенты у нас подготовлены, измельчены, перекручены. Теперь уже переходим к самой готовке. Итак, кастрюля, в которой вы будете готовить. Это может быть какой-то казанок. Это может быть любая кастрюля, но с толстым дном, чтобы у нас ничего не пригорало. Нам понадобится масло растительное. Я использую примерно 3 столовые ложки масла. У меня как раз в бутылочке тут немножко осталось. Примерно 3 столовые ложки. Мы здесь будем обжаривать лук и морковь. Включаем плиту. Пусть нагревается. Первым делом отправляем обжариваться лук. Лук обжариваем до полупрозрачности, и чтобы он слегка подзолотился. Вот так вот будет достаточно. Видите, он немножечко такой желтоватый. Стал, и полупрозрачный. Теперь добавляем морковь. Делаю все на максимальном огне. Главное перемешивать, чтобы ничего не пригорело. И обжариваем до мягкости моркови. По необходимости, если вы видите, что нужно, вы в принципе масло можете добавить. Но не переборщите, чтобы икра у нас не получилась слишком жирная. Теперь морковь стала мягкой. Я буду добавлять баклажаны. Но посмотрите, сколько жидкости выделили баклажаны. Я ничего прямо сильно не отжимаю. Я просто беру вот сколько слилось, столько слилось. Ой, я сливаю вот эту вот жидкость. Она нам не нужна. Чуть-чуть даже вот так вот рукой надавливаю. И все. Сильно ничего не отжимаю. И затем добавляю баклажаны. Перемешиваю. Убавляю огонь. И на среднем огне тушу 15 минут. Теперь через 15 минут добавляю перекрученный сладкий перец. Снова довожу до кипения. И жду еще 10 минут. А тем временем, пока у меня все готовится, я буду стерилизовать банки. Сегодня баклажанную икру я буду закрывать в пол-литровых баночках. Банки у меня под закаточный ключ. Я беру кастрюлю, ставлю баночки вот так вот вверх дном. Наливаю воду. Это немного, там сантиметров 5, чтобы покрывало. Сюда же прямо бросаю вот таким вот образом крышки. И отправляю на огонь. Как только здесь вода закипит, провариваю 2-3 минуты. Все у нас будет простерилизовано. И спустя 10 минут добавляем последний ингредиент. Это перекрученные помидоры. Перемешиваю. Снова довожу до кипения. И теперь, друзья, после того, как закипело, я добавляю столовую ложку соли, но абсолютно без горки. То есть верхушечку снимаем и без горки вот так вот соль добавляю. И также сахар, но столовую ложку с горкой. И уксус добавляю. Уксус у меня 9-ти процентный. Достаточно будет одной столовой ложки. Перемешиваю. И даю прокипеть еще пару минут. И все. Раскладываем по стерилизованным банкам. И также забыла сказать, по желанию можно добавить красного жгучего перца еще. Если вы попробовали, вам недостаточно остроты. Я попробовала, мне недостаточно. Я добавлю черного перца. Примерно треть чайной ложки. Все, друзья, у меня все готово. Баночки простерилизованы. Красивый цвет баклажанной икры у меня получился. Вот, баночки горячие, с пылу, с жару. Я беру воронку, использую для удобства. И накладываю, заполняю банки до самого края, до верха. Полненькие, полненькие. Вот таким вот образом. Накрываю стерилизованной крышечкой и закатываю закаточным ключом. У меня банки под закаточный ключ. Если хотите, можете использовать завинчивающиеся крышки без проблем. Дальше я баночки переворачиваю вверх дном и укутаю чем-нибудь тепленьким. И в таком виде оставлю до полного остывания. Вот такая икорка. Какая она вкусная. Вот и все, друзья. Икра баклажанная заморская, как я называю, готова. В общем, из этого количества получается 3 пол-литровых баночки. И я всегда оставляю на покушать. В горячем виде не рекомендую кушать. Дайте ей остынуть. Она станет еще гуще. Это очень вкусно. Пробуйте, готовьте, наслаждайтесь. Всем приятного аппетита. И до новых встреч. Пока-пока.